Вслед за переговорами на высшем уровне и за два месяца до старта перекрестного года Япония налаживает связи с регионами России. Чувашия в числе приоритетных партнеров. Сегодня в республику прибыла представительная делегация из страны восходящего солнца. Ее возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Таяхиса Кадзуки. Программа официального визита рассчитана на два дня. Перспективы сотрудничества стороны обсудили в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Объективную оценку инвестиционному климату в республике могут дать бизнесмены, которые здесь работают не первый год и уж тем более говорят с гостями на одном языке. Завод Фуджикура стал примером эффективного взаимодействия партнеров. Благодаря поддержке правительства производственная площадка была возведена в сжатые сроки. Сейчас на предприятии продолжают наращивать мощности. Наш завод выпускает жгуты проводов для немецких автомобилей. Преодолевать возникающие на пути барьеры нам помогал лично глава региона Михаил Игнатьев. И сейчас в условиях оздоровления российской экономики наша компания намерена освоить новые рынки. Это тот самый случай, когда для японо-российского диалога не требуется переводчик. Чрезвычайный полномочный посол идеально владеет русским языком. Тойхиса Кадзуки отмечает, что рабочий визит в республику должен помочь наладить взаимовыгодные контакты. В составе делегации страны восходящего солнца приехали представители крупных компаний. Это авторитетная компания, ведущая свою деятельность в России. В дальнейшем нам хотелось бы подумать и нам тем, какое сотрудничество с Японией можно будет наладить. Кроме того, я с большим терпением ожидаю посещение детского тихонного парка, которым гордится Чувашия. И где непосредственно происходит подготовка кадров. Думаю, что можно ожидать сотрудничество в этой области, которая основывается на совместной мудрости Японии и Чувашии. За кооперацию предпринимателей двух стран отвечает японский бизнес-клуб. Его члены в республику приезжали и раньше, в этот раз для гостей подготовили плотную рабочую программу. За два дня они посетят крупнейшие заводы и презентуют инвестиционные проекты. У Чувашии хорошая репутация. Я уверен, что в перспективе нам удастся реализовать проекты, которые пойдут на пользу двух стран. Хочу отметить, что жители республики похожи на японцев своим трудолюбием. Япония и Чувашия давние партнеры. Только по итогам прошлого года торговый оборот достиг отметки 10 миллионов долларов. Гости признаются, что приехали в республику перенимать опыт. Мы знаем, что в вашем республике занимает второе место по рейтингу бизнес-климата. Это очень большое достижение. Я уверен, что это благодаря инициативе и деятельности главной республики господина Нигначева. Но в чем заключается секрет? Это мы хотим посмотреть своим грозами. Деловой визит японцев должен быть полезен и республике. Партнеры проявляют интерес к высоким технологиям. Для прорывных проектов нужны предприниматели, нужны умы, нужны современные производства. Япония практически в мире отличается высокой производительностью труда, высоким технологичным производством. И практически они являются долгожителями. Для инвесторов, отметил Михаил Игнатьев, в республике предусмотрены готовые площадки и налоговые льготы. Чувашские предприниматели рассчитывают нарастить поставки на японские рынки. И это одна из тем двухсторонних переговоров. Есть предприятия, предприниматели, которые производят товары электротехнической промышленности. Сегодня уже на взаимовыгодной основе сотрудничества. И рассчитываю на то, что у нас все получится. Кенденция складывается такая положительную сторону. Толчок к двухсторонним отношениям стран должен дать и перекрестный год. Его старт намечен на конец мая. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня же члены японской делегации побывали на некоторых предприятиях Чуваши. В числе первых предприятия электротехнического кластера. Наши разработки в области релейной защиты и автоматики известны далеко за пределами республики и страны. К примеру, среди партнеров электроаппаратного завода и компании Тошуба. Японских гостей заинтересовали и технологические процессы, применяемые на предприятии Сеспиль.